И суть была такая, вот вложить в этот памятный знак, создавая его, отдать дань уважения всем, кто положил свою жизнь за независимость Украины. Не взирая, что год назад, два года назад, сегодня люди едут, или это было там и 50, и 100 лет тому назад. Потому что государство было, к независимости стремились, сегодня наши независимости угрожают, и тоже люди отдают за это свои жизни. Потому что, в принципе, появилась мысль сделать такой памятный знак или место, потому что праздников в году и различных мероприятий есть много. Мы должны воспитывать наше поколение, нашу молодежь, детей города Южного на уважении к истории своей страны. Поэтому должно быть такое место, где они должны понимать, что да, вот именно вот здесь сосредоточены, скажем, энергии и эмоции людей, которые переживают за независимость своего государства. А независимость не бывает без жертвы. И вот эти жертвы, они отданы, мы думаем, что не зря. Потому что есть сегодня государство Украина, оно существует, оно развивается, у него есть будущее. Кто автор памятника? Ну, автор идеи, скажем так, это Лариса Деминишина, это её предложений было очень много. Из вот этого большого количества выбрали именно её идею, её тему, и воплощает её в жизнь уже наш Коваль, тоже, так сказать, художник, и в душе, и в натуре. Это Виталий Квалк, то есть он сегодня реализовывает идею в жизни. Три журавля, которые возносятся ввысь на крыльях рушных Украины, это тоже наша Берих. И журавли — это как души, те, которые отдали, так сказать, свои жизни. Ну, то есть она очень лёгкая, такая воздушная, я думаю, что она понравится нашим жителям, потому что она не тяжеловесная, не перегружена символами, она очень понятная. И я думаю, что, в принципе, отражает душевное состояние людей, которые понимают, что если люди погибли, то их вот знак или дань уважения к ним, она как раз и может быть выглядеть именно так. Мы планировали в пятницу, то есть завтра, начинать монтаж, но пока погода не даёт возможности закончить покрасочные работы. Поэтому будем уже корректировать походу, но я уверена, что до 14-го мы всё узнаем.